День Города 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 с ребенком. Кто-то ведет в кафе кормить сладостями, кто-то устраивает семейные экзотические вечера с роллами или просто гуляет по городу. Но можно сделать этот день по-настоящему особенным. В том году мой ребенок пошел в первый класс и мы, естественно, хотели все дружно отметить это событие. Но это действительно грандиозное событие. И подумали о том, что не в ресторан же их водить детей в конце-то концов. Мы решили отметить как-то знаменательно. Пришла идея посадить аллее первоклассников, что-то на память с пользой для дела. И в том году посадили, объявили о том, что хотелось бы, чтобы это была традиция. В этом году нам даже в центр города выделили потрясающее событие для нас. Спонтанная посадка аллеи первоклассников в прошлом году в Песочне закончилась настолько хорошим настроением, что уже тогда было решено сажать деревья в День знаний. Теперь надо каждый год. Уверенности боевой настрою укрепились, когда клены, высаженные школьниками, не просто принялись. Наперекор мнению о том, что деревца зачахнут, ведь сажают их не в сезон, но и активно растут. За каждым саженцем следит ребенок, посадивший его год назад. В прошлом году я сажала клен. Я до сих пор езжу, навещаю его. Он очень милый. Он очень хорошо растет. Я, конечно, за это лето не один раз посетила его. И вообще в течение года я его посещала. Мы его поливали. Идею высадить новую аллею первоклассника поддержала администрация города. И в нынешнем году организаторам, активным родителям и школьникам выделили место в центре города у Кремля. На этот раз многие снова сомневаются, примутся ли растения. Но и ребята, и их родители абсолютно уверены – примутся. Я думаю, что это все-таки великолепная причина позаботиться о природе нашего региона. Потому что сейчас очень серьезный вопрос об экологии. Особенно в нашей стране. Поэтому все-таки надеюсь, что данная акция будет проходить ежеводно. И что через много-много лет мы сможем со своими детьми ходить по этой замечательной аллее. и показывать, что, допустим, вот это вот допустим, любое дерево, к примеру, это с моей табличкой, что это дерево посадил я несколько десятилетий назад. Буквально на глазах сквер возле памятника Сергею Есенину преобразился. На месте, где только что был пустырь и росла трава, теперь красуются оазисы из крупного кустарника. И это не предел. Добрая традиция, заложенная в прошлом году одной прекрасной мамой, одного рязанского первоклассника, наверняка будет жить долго. Спортсменки, отличницы и просто красавицы про сестер Вику и Веронику знают не только в их школе, но и за ее пределами. Все потому, что девчонки демонстрируют новые и новые успехи в спорте, музыке, творчестве и учебе. Первое сентября – большой праздник, который в каждом учебном заведении проходит по-разному. Так, например, в школе номер 34 это традиционная линейка, на которой выступают лучшие ученики со своими творческими номерами. Среди них традиционно сестры Старцевы, которые в этом году в свои 14 лет идут в 10 класс. Для сестер Старцевых выступление, причем не только на 1 сентября, и не только с вокальными номерами, стало делом привычным. Они достигли огромных успехов во многих областях, в том числе и в спорте. В последние месяцы мы были в Италии и Болгарии. Там мы выступали в командном КАТ и КУМЮТЭ и в личном. Мы в этом году сдавали на второй дан. По федерации ВСКФ мы сдавали на второй дан. По федерации ВКЦ мы подтверждали второй дан. А по федерации каратена и мича мы сдавали на первый дан. Самое сложное было сдавать, наверное, по федерации ВСКФ, потому что там непривычно, там очень много поворотов надо делать. И там очень сложная программа. Всех спортивных регалий и наград девчонок не перечесть. Но достижения в каратэ далеко не единственные. Вероника и Виктория постоянно стремятся участвовать в различных конкурсах и фестивалях, в том числе и литературных, на которых также занимают призовые места. Кроме того, совсем недавно они закончили обучение в Московской Академии профессиональных компетенций по специальности физическая культура. А сейчас учатся в Академии фитнеса. Это нам ближе. Мы хотим стать тренерами по фитнесу. Это очень нужно для того, чтобы потом, когда закончил университет, чтобы было несколько высших образований, и ты смог двигаться не по одному направлению, а по нескольке. Мама девочек Вероника Федотова никогда не навязывает своим детям дополнительные занятия. Она просто предлагает. А девчонки с удовольствием хватаются за любую возможность узнавать и пробовать что-то новое. У нас нет таких моментов о том, что мама говорит, мы будем учить английский, а дети говорят, что нет, мы не хотим. Они у меня какие-то такие дети интересные, которым говоришь о том, что мы будем заниматься теннисом, а я говорю, когда? Несмотря на успехи практически во всех сферах, девчонки не задаются, поддерживают добрые отношения с одноклассниками, хорошо учатся. Конечно же, мама ими безмерно гордится, а учителя поражаются их работоспособности. Сестры Старцевы – самые лучшие ученики школы номер 34, потому что мы, весь педагогический коллектив и учительские, родительские поражаются их необыкновенному трудолюбием, упорству, целеустремленности. Девочки с успехом выступают на всех международных соревнованиях и успешно учатся в школе. Впереди у сестер не только новый учебный год, но и различные соревнования, конкурсы, в которых Викторию и Веронику наверняка ждут успех. Ну а нам остается поздравить девочек и пожелать им удачи. Праздник знаний всегда будет печальной датой для жителей города Беслан. Трагедию, которой завершилась торжественная первосентябрьская линейка в Бесланской школе, вспомнили сегодня в библиотеке имени Горького. 1 сентября 2004 года в школе номер один города Беслана обернулась страшной трагедией. Тогда, во время торжественной линейки террористами было захвачено более тысячи заложников, среди которых оказались ученики школы, их родители и педагоги. В результате теракта погибло более 300 человек, в том числе и дети. 13 лет спустя, 1 сентября, в Рязани, в библиотеке имени Горького вспомнили жертв теракта. Это лишь первое мероприятие из цикла событий, посвященных борьбе с терроризмом. Оно проходит уже третий год. Это очень хорошее мероприятие, это памятная встреча, вспомнить те события, рассказать о них ребятам, что там происходило, понять их оценку событий, нашу оценку, чтобы такое впредь не повторялось. На патриотической акции присутствовали школьники, студенты, курсанты. И хотя многие из них не могут помнить того страшного времени, когда вся страна вместе с Бесланом переживала за жизни заложников, они понимают масштаб произошедшей трагедии. Кроме того, они не просто пришли на акцию, но и приняли в ней участие. Ребята прочитали воспоминания выживших в результате теракта. Слез не могли сдержать ни дети, ни взрослые. Ангелина, студентка первого курса музыкального колледжа, прочла воспоминания одной из учительниц. В спортивном зале я ухаживала за детьми, старалась их защитить. Меня не пугали угрозы быть расстрелями. Я добилась возможности выйти из зала, и сорвала лепестки и рост, свалявшихся повсюду букетов. Эти букеты родители приносили на праздник. Я незаметно раздала эти букеты детям, эти лепестки детям. Они жевали их, и тем самым хоть немного утоляли свою жажду. Я очень уважаю эту женщину, за которой читаю мысли, которые озвучиваю. Поэтому она, я не знаю, это действительно какое-то самопожертвование, самоотдача, безусловно, которая просто неописуемы словами. Гордость за то, что я могу это прочитать, рассказать людям. Цветы, игрушки и бутылки с водой, которой так не хватало заложникам. Все это приносили к школе в Беслане после теракта. Все это принесли участники акции «Помним Беслан» в библиотеку имени Горького. Также организаторы предложили всем продолжить фразу «Трагедия Беслана – это». Это трагедия, которую невозможно забыть. Это горе и слезы всего мира. Такие слова оставляли ученики рязанских школ, которые в этот праздник выходили из зала библиотеки со слезами на глазах. Пожар в Касимове оставил без жилья несколько семей. Несмотря на обещание решить проблему людей, местные власти умыли руки. И теперь до холодов осталось совсем недолго, а жители, пострадавшего от пожара дома, не знают, как им быть дальше. Телекомпания продолжает следить за развитием событий с жителями, пострадавших от огня домов по улице Крылова. Вот как сами жильцы оценивают проделанную работу властей и ЖКХ. Вот что после пожара случилось. У нас все залито. То, что сделали ремонт. Нам никто ничего не размещает. Дали 10 тысяч, 40 тысяч. Все. А делов здесь очень тьма. Как быть? Как нам жить вообще? Как жить? И все наплевать. Нам сказали, что нас расселили. Нас никто не расселил. Мы все живем. Здесь вообще, если мы здесь не будем жить, я все украду. Город бросил, дескать, приехали здесь 2-3 раза. И все, и больше никто не видит здесь. Крышу сделали, я не спорю. Как дальше жить? Просили по-человечески, включите нам газ. Газ включите. Мы будем отапливать, хоть тепло было дома здесь жить-то, вообще приготовить пищу какую-нибудь. Нас отсылают друг на друга. Кому звонить? 112 звонили, туда звонили. Вот, дело на этом все остановилось. Вот вытяжку сделали, отопления нет, все холод, все мороз, все гниет, плесень, амнезия житет, плесень, грибок, рак. Вот все стены треснули. Сказали, мы вам крышу сделаем и все. Ну где же у нас какая справедливость должна быть? Люди, человеческое такое отношение-то. Помогите людям. Если город просили, чтобы они дома снеслись, чтобы или охрану поставили, чтобы не было никаких людей, чтобы не собирались там люди-то. Вот беда случилась и ветер. А вот как комментирует ситуацию Виктор Ермачихин, заместитель главы администрации города Касимова по капитальному строительству и ЖКХ. По Крылову-14 уже восстановлен. Крыша полностью восстановлена, как я вам и говорил. Прошлые разные. По Крылову-13 проведена полностью зачистка всего горельных, то есть уборка крыши, чердачных перекрытий. И на сегодняшний день идет восстановление. То есть эти дома не будут снесены, да? Нет, не будут снесены. Есть заключение специализированной организации, что дом подлежит восстановлению, поэтому идут ремонтные работы. А там, где вот крыша в первом доме, вы сказали, люди еще туда не возвращаются пока? Зачем? В первом доме, где четыре квартиры, они там проживали, они не настолько там пострадали, там только были пролиты. И вот буквально за сколько? За пять дней, если я с четвергами, за пять дней крыша полностью восстановлена. Чиновник говорит, что квартиры всего лишь залиты, но по факту жить там нет возможности. В доме номер 13, где, по словам Виктора Ермачихина, прошла полная зачистка, картина просто из послевоенного фильма. Печку снесли верхнюю, вот нижнего болелось, тоже упало. Приходится убирать. Обращался, мол, тебе к моему тоже убирать надо. Что, нету, будет указаний. Люди абсолютно никому не верят и надеются только на себя. Кто-то живет у родственников, кто-то в предоставленных помещениях Центра социального обслуживания населения, а кто-то вообще уже начал снимать квартиру. Ну, как я и говорю, что до начала таким сезона мы этот дом полностью закроем и восстановим квартиры. Желающие помочь оказавшимся в беде людям могут связаться с редакцией нашей телекомпании, позвонив по номеру 70 00 20. К другим темам. Отсутствием дорог в Рязани сейчас никого не удивишь. Вот только порой проблема с бездорожьем достигает тех масштабов, что передвигаться от дома или к дому становится невозможным и порой даже небезопасным. Жители улицы Щерса бьют тревогу. В их районе ремонт дороги крайне необходим. Ничейную дорогу обнаружили жители поселка Южный. За домом номер 37 на улице Щерса уже больше 20 лет не ремонтировали асфальтовое покрытие. Управляющая компания говорит, что не несет за нее ответственность. Городская администрация также не может назвать имя владельца территории. Они нам прислали ответ, что данная дорога ремонту не подлежит, поскольку не знаем, чья территория. Как так, в городе не знаю, чья территория. То есть мы боремся с этим уже на протяжении трех лет, это точно. Яму в полметра глубиной жители дома засыпали битым кирпичом. Но во время дождя границы лужи скрыты. Спокойно проехать здесь удается лишь местным жителям. Остальные машины периодически вытягивают с помощью троса. Оказывается, что вода стекает во двор с основной трассы, потому что дорога находится ниже уровня. Из-за отсутствия ливневой канализации и раскидистых деревьев лужам просто некуда деться. Грязь непролазная. Дождик, весной снег тает. Здесь лужи с детьми в дом. Творчество детей водят в садики. То есть только либо на лодке на резиновой, как потоп, либо в сапогах. То есть это невозможно. Активисты дома обращались в дирекцию благоустройства города, управляющую компанию префектуры железнодорожного района. И пока на их проблему никто не реагирует, им приходится искать пути обхода разбитой дороги. Да вот с палочкой хожу. Вот мы устроили вот здесь вот тропиночку, вот здесь вот по травке ходим. И все. Нине Майзиной почти 80 лет. Больше половины жизни она провела в этом доме. Сейчас ей некуда выйти посидеть. Ни лавочек, ни детской площадки здесь нет. Однако женщина помнит, что в далеком 71-м отношение к придомовой территории и дороге было другим. Здесь у нас дорога убиралась, всегда убиралась. У нас муж с женой убирали, они убирали от дома управления. Потом они умерли. Я уж не знаю, сколько лет тут убирается. И все, на этом все прекратилось. Больше дорог никто не убирает. Вы посмотрите, какой слой земли. Тут хоть картошку вот сажали ее. Уж скоро вообще, как будто вообще здесь асфальта нет. Одна грязь. Наша телекомпания направила запрос в администрацию города, чтобы разобраться, кто сегодня отвечает за территорию. В течение семи дней мы получим официальный ответ властей. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лучшим лесным пожарным России может стать рязанец. На конкурс сотрудник пожарной службы отправится уже в начале будущей недели, а пока полным ходом идет подготовка к ответственной миссии. В борьбу за звание лучшего лесного пожарного России вступят парашютисты, десантники, авиалесоохраны и наземные лесные пожарные из 25 регионов. Рязань представит лесной пожарный Владимир Зимченков. Летом этого года он стал победителем регионального конкурса лучшей лесной пожарной Рязанской области. Состязания проводятся по уровню физической подготовки, знаниям теоретических основ лесопожарного дела, умением владеть ручным инструментом, попутно преодолевая сложную полосу препятствий. Все этапы практических соревнований максимально приближены к реальной обстановке. Также в ходе тушения лесным пожарным приходится преодолевать различные препятствия. Лесные завалы, заболоченные территории, водные преграды и практический этап соревнований с высокой точностью имитируют условия преодоления таких преград. Многие конкурсанты имеют значительный опыт ликвидации сложных, крупных, горных лесных пожаров в экстремальных погодных условиях. Конкуренция за право стать лучшим лесным пожарным России 2017 года очень высокая. Даже небольшой опыт прошедших двух лет показывает, что конкурс – это не просто соревнование лучших из лучших, а эффективная площадка для обмена опытом практиков лесного пожаротушения высочайшего уровня. Пройдет конкурс с 4 по 7 сентября в подмосковном Пушкино. Астероид размером с город приблизится к Земле в День знаний. В пятницу 1 сентября к Земле приблизится крупный астероид, который пройдет на относительно близком расстоянии от планеты. Размер астероида Флоренс составит 4,4 километра, по данным НАСА. Космическое тело пролетит на расстоянии в 7 миллионов километров от Земли, однако оно не представляет угрозы для планеты. Вместе с тем, специалисты отмечают, что Флоренс является одним из самых крупных небесных тел, которые подходили к Земле так близко за всю историю наблюдений. Ученые возлагают на Флоренс большие надежды, они хотят выяснить точный размер астероида и запечатлеть события на его поверхности. Наша телекомпания поздравляет школьников, студентов, родителей, учителей, преподавателей с Днем знаний и началом нового учебного года. Хороших отметок, интересных открытий. А я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ